Самым известным и читаемым словарем русского языка на протяжении уже многих десятилетий был и остается толковый словарь живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля. Это не просто справочное издание, подобие которого создаются и переиздаются ежегодно в связи с обновлением словарного состава русского языка. Этот словарь – результат многолетней работы великого знатока русского народного слова, ставший практически энциклопедией русской жизни XIX века, и ценность его с годами только растет. В Москве, на Большой Грузинской улице, стоит в глубине двора старинный конца XVIII века дом. В доме этом жил замечательный человек, писатель, этнограф, лингвист, ученый Владимир Иванович Даль. Тот самый Даль – автор толкового словаря живого великорусского языка. В книге, которая, несмотря на множество современных словарей, не потеряла актуальности и сейчас. Все началось со слова «замолаживает». Юному Мичману было семнадцать, когда мартовский днём 1819 года он ехал к месту службы из Петербурга. Продрог, а имщик вдруг сказал «замолаживает». Слово было непонятным, но Возница объяснил, что оно означает «замолаживать», иначе «пасмурнить». Новгородской губернии значит заволакиваться тучами, говоря о небе, клониться к ненастью. Эта первая запись положила начало знаменитому словарю. После той первой записи Даль всегда и везде не расставался с тетрадью. Вскоре записей накопилось сотни. Особенно много материал для будущего словаря он собирал во время русско-турецкой войны, в которой участвовал как военврач. «Нигде это не было так удобно, как в походах», – писал Даль. «Бывало, на дневке где-нибудь соберёшь вокруг себя солдат из разных мест, да и начинаешь расспрашивать, как такой-то предмет в той-то губернии зовётся, как в другой, как в третьей. Взглянешь книжку, а там уж целая вереница областных наречий». Словарь, обессмертивший имя Владимира Даля, начал выходить в 1861 году. В 1863 году вышел первый тираж словаря в полном объёме. На составление легендарного труда потребовалось полвека. Благодаря Далю были сохранены для науки тысячи диалетных словоформ, более нигде не зафиксированных ранее. Словарь содержит 200 тысяч слов, в котором в виде пояснения и наиболее полного раскрытия смысла приведено более 30 тысяч поговорок, загадок и предисловий. В основу своего словаря Даль положил именно народный язык. В своё место нашли также слова книжные и даже заимствованные. Пуристская деятельность Даля, его тяга к чистоте родного языка, шла вразрез с прогрессивными течениями общественной жизни. Стремясь очистить родной язык от книжных иностранных заимствований, он предлагал заменить их новообразованиями на славянской основе. Например, «Живуля» вместо «автомат» и включал их в свой словарь как реально существующие. Далее раздражало распространение среди интеллигенции щеголяния иностранными словами, как он сам выражался, наречениями галантерейными. Также найти своё место в словаре должны были областные и местные по употреблению слова, отчего словарь быстро прозвали «областническим». Вводились слова цирконославянские и устарелые, но ввиду редкого употребления их количество сравнительно было сокращено. Словарь донёс до наших дней то, что буквально не донёс ни один учебник истории, ни один исторический документальный фильм или научная статья. Он донёс культуру народа, образ мысли и жизни, его поверья, приметы, празеологию, название различных профессий и ремёсел, не дошедших до наших дней. Простыми словами Даля объяснил на страницах своего словаря то, чем дышал этот народ, отразил всю изнанку быта людей того времени. Особенное место в словаре Даля занимает большое количество слов, относящихся к народной медицине, естествознанию, ремёслам и промыслам. В словаре немало и сведений, далеко выходящих за пределы чисто филологического порядка. Это исключительно ценные этнографические материалы. Так, например, при определении слова «лапоть» не только охарактеризованы все типичные виды лаптей, названия частей, из которых лапоть состоит, но указан способ изготовления этого рода обуви, устаревшей в наше время. При определении слова «масть» Даль приводит до 50 названий конских мастей. При определении слова «гриб» десятки видов грибов. При словах «мачта», «парус» даются не только названия различных видов мачты парусов, но объясняется и их значение. В силу территориальной ограниченности, труднодоступности некоторых районов, культурных и природных особенностей в целом, на определенной территории формируется диалект. Так, в процессе длительного становления общенародного литературного языка в нашей стране образовались смоленский, новгородский, псковский, рязанский диалекты и говоры с присущими названиями местности, на которые они, собственно, и появились. Так, именно благодаря Далю были сохранены для науки тысячи диалектных словоформ, возникших на территории нашей страны, более нигде не зафиксированных. Даля отрицательно относился к примеру толкования значения при помощи развернутых определений. Автор предпочтел объяснять одно слово другим, десятками других слов, видя в этом больше смысла и пользы, чем в развернутых академических определениях. Даля широко пользуется подбором толкуемому слову группы синонимов и слов, более или менее сходных по значению, наиболее полно передающие смысл слова. А затем, как правило, приведен перечень поясняющих примеров, иллюстрирующих употребление этого слова в пословицах, поговорках или коротких авторских высказываниях. Словарь Даля – это сокровищница народной мудрости. Именно живой народный язык сберег в жизненной свежести тот дух, который придает языку стойкость, силу, ясность, цельность и красоту. Даль понял это и осознал, что именно язык народа может служить основой для развития образованной речи. Даль совершил подвиг создания толкового словаря, в котором раскрыл философскую и творческую суть русского народа. Задача нового поколения – сохранить строение и величественное назначение русского языка, созданного Далем. Продолжение следует...